вечерний заезд на радио шансон друзья всем привет как обычно понедельник 8 часов вечера с вами автомобильная программа вечерний заезд за одним из микрофонов сегодня дмитрий малыгин друзья всем привет за вторым игорь сирина но это не главное у нас прячется за третьим микрофоном вот сейчас если вы едете то аккуратненько припаркуйтесь или хотя бы сбавьте скорость если вы идете постарайтесь куда-нибудь присесть как эта дурацкая аллегория потому что мне кажется таких масштабов фигуру спрятать за микрофоном невозможно давай у нас сегодня в гостях михаил захарович шуфутинский добрый вечер здравствуйте очень рад что сегодня вы меня пригласили и мне это приятно особенно друзья у нас что пришли к нам традиционно автомобильная тема поэтому и с михаил захаровичем мы сегодня преимущественно будем говорить про автомобили про творчество безусловно тоже но про автомобили потому что мы то знаем точно что михаил захарович увлеченный автомобилист и честно говоря обладает очень очень неплохими автомобилями и это не стыдно вообще ни разу мне кажется но это не то что стыдно я даже иногда и горжусь сам собой сам себе если у вас есть какие-то вопросы к михаилу футинскому вы можете их задавать присылайте в мессенджер ватсап вайбер и смс 8 909 955 103 и 0 телефон прямого эфира 223 55 50 а начнем наверное начнем мы с самого начала михаил захарович расскажите нам как состоялось ваше знакомство с автомобильным миром вы угоняли у кого-нибудь машину ну как часто бывает у родителей первый автомобиль нету родителей я не угонял а просто тогда годы моей совсем юности автомобиль была мечта и это раз второе их было мало купить было невозможно однажды мы с моим другом после занятий я учился музыкальном училище после занятий шли на бауманской на там был автомобильный магазин магазин автомобиля увидели большую очередь была зима и сугробы стоит огромная очередь ну и мы как-то спросили зачем очередь просто так а люди говорят но запись идет на на машина купить машину мы встали в эту очередь главное встать да простояли вас полчаса записались на запорожец на круглый запорожец 965 да записались ну и забыли что какие откуда деньги вообще студенты вот а потом потом уже было другое время но очередь так и была запорожец а потом я через некоторое время оказался в в папа был москвич такой он купил такой 401 что ли так вот совсем такой вот мне нравилось с ним ездить с папой я был еще это было до до того как мы записались на очередь другом а потом я время от времени где-то работал куда-то выезжал я уже закончил я уже получил диплом я некоторое время пробыл магадане где заработал денег и когда подошла очередь не эта очередь от про которая первый раз рассказал на другая как-то папа там нас записал где-то еще должно и очередь пришла на москвич москвич 408 она тоже уже такой же автомобиль да я папке денег прислал причем я зарабатывал прилично поэтому я ему и себе он стал деньги на этот москвич я не помню сколько он там стоил по тысячи четыре или три с половиной там до семидесятых то это шестидесятый наверно конечно вот и я сейчас точно скажу я на это 71 наверно вот так был год нужно уже тысяч пять наверно но меньше чем жигули который жигули были 5 500 самая дешевая копейка точно точно жигули премиальный москвич попроще попроще да ну вот еще с переключателем скоростей вот здесь вот и я приехал в москву из магадана мы вернулись и меня ждала эта машина нежно-голубого небесного цвета она оказалась современной тогда очень и мы приехали сразу к отцу к родителям и она там стояла я прямо на ней ехал я ехал на ней домой мы жили на улице удальцово в конце ленинского проспекта и вот я сам ее вез сам ее вел за рулем потому что незадолго до этого я в магадане отучился на курсах водителей правда водили им там грузовик вот я как раз хотел сказать что мне кажется в магадане легковых машин тут совсем не было нет были были но большая редкость были а грузовик на грузовике сдавали экзамены и причем часть людей это было лето было тепло но все равно так часть людей сдающих в группе экзамен сидела в кузове там такие лавки были специальные вот мы проехали на этой машине какое-то расстояние кто-то провел выходит садится обратно в кузов другой человек садится тоже с инструктором за руль с учителем вот так я сдавал экзамены сдал с первого раза да с первого раза сдал прекрасно у нас музыка и мы продолжим погнали вечерний заезд на радио шансон добрый вечер дорогие друзья вечерний заезд и у нас гостях михаил захарович футинский мы продолжаем разговор про автомобили если у вас есть какие-то вопросы присылайте свои сообщения ватсап вайбер смс 8 909 955 103 и 0 а у нас есть вопрос как же тот самый запорожец на которого вы записались в очереди на бауманск очередь то наверняка подошла сказываю рассказываю очень дошла я думаю прошло лет десять лет десять мы уже жили ну да у меня уже был сын сын уже был мы жили с женой на улицу дольцова внув так в новостройках получили открытку и в этой открытке было что пришла ваша очередь на запорожец а у меня в это время у меня в это время какой-то был там третий трешка жигули уже конечно и вдруг она пришла ну что надо купить как же но чужина будет только стояли конечно очень пропадать и значит приезжаем и выбираем этих уже старых нет запорожки уже другие мужа смыль лиц такие вот а уже мыльницы пошли как их называли такие на код более на самом деле она мне меньше нравятся внешне потому что тот первый запорожец он все-таки как-то на фиат был похоже такой на стиль а это утилитарная штука атака но тем не менее мы его купили купили было начало зимы очень снежная зима мы привезли его домой гаража конечно не было мы поставили за домом там где все остальные машины и стояли у всех людей но я на нем не ездил и я его поэтому не эту стоянку не расчищал а люди которые там парковались они снег все время а меня машина заняла занесло так что просто ее вообще видно не было и когда проезжали снегоуборщики они еще тем более отбрасывали снег в общем запорожца не было мы ждали весны когда мы его как бы и какое было удивление когда весной снег растаял и запорожца там не оказалось кого-то его там не было его угнали у нас так я не знаю когда я не знаю мы никогда не видели у нас окна выходили вот туда сзади во двор и там как бы ну ну стоит сугроб и стоит я сразу увидел что нет не знаю как у нас угнали и конечно за идти в милицию там заявлено мы пошли да мы сказали ну и что никогда ничего не нашли но мне кажется что он сам ну просто он обиделся и уехал он обиделся что я не езжу не оценили его вот он же вы его ждали соответственно и он вас должен был ждать я ждал 10 лет а еще зиму ждать и обиделся пошел и пошел и уехал хорошо когда и что это был за автомобиль настоящий автомобиль не вот эти наши поделки все союзные да какой первый сейчас прям скользко почему вот прям сейчас глубокая зима была и был очень смысл потому что но потому что на самом-то деле это сложно было называть автомобиль да и сейчас сложно а какой-то такой осмысленный автомобиль какой был первым с тобой после эфира поговорим на окей ты я знаю болеешь за наш автопром но я не очень знаете моя жизнь так сложилась что мне пришлось побывать в разных странах и пожить везде поэтому через некоторый время иммигрировали иммигрировали и оказались в америке в нью-йорке и конечно там автомобили да да и это началось у нас не было конечно денег и я работал в эмигрантском ресторане еще где-то подрабатывал занимался на курсах английского языка но мой товарищ который там пробыл уже некоторое время он такое есть слово такое может быть не очень литература надыбал аукцион отличное слово пациент на котором продавали машины списаны из полиции из гаи откуда ты не гаи из полиции его некоторые которые конфисковали еще что-то и там мне он купил он привез мне машину просто мой товарищ он привез и домой и говорит смотри я купил это был форт пинто форт пинто он был 72 года выпуска он был как фургончик такой стейшн вагн как называется да желтого цвета но симпатичный и это было буквально но если мы приехали в апреле это было уже где-то в ноябре а то есть полгода до 420 долларов у меня было 300 у меня было 300 отложил я нашел красиво такое такая наша восьмерка внутри трехдверная машина и универсал до трехдвер там были универсал сзади универсал да да вот наша небольшая очень интересно что детям очень нравилось сыновьям у нас два сына маленьких но была одна проблема машинка старенькая и правая дверь что-то совсем прогнила в общем на нашли мне дверь другой мой товарищ который с машиной был связан больше где-то еще в союзе когда жил он связан больше вас машинами он будет и найдем по сети поставлю поехал он на какую-то там развал купил там дверь привез эту дверь дверь была синего цвета вот а машина ярко желтая но покрасить это тоже бабки нужны не ну не просто установили эту дверь установили и вот беда пару лет разница была между выпуском автомобиля и дверь она закрывалась но если чуть-чуть надавить открывалась снова а мне детей в школу возить и вот я садился открывал окно это зима открывал окно стал оставил локоть сюда и там зацеплялся за этот который где вода сливается и вот так и и держал правой рукой левой а правой ехал она была автомат поэтому не обязательно было и так я проездил несколько месяцев до самой весны ну это конечно очень тяжело но очень приятно была своя машина в нью-йорке холодно зимой очень холодно и это уже автомобиль это уже автомобиль да у нас сейчас музыкальная пауза и мы продолжим вечерний заезд на радио шансон добрый вечер дорогие друзья вечерний заезд и мы продолжаем вместе с михаилом захарщим шафутинским обсуждаем автомобили и вот мы добрались уже до америки и до форта пинта конца семидесятых годов но мы с тобой не добрались до америки мы не добрались а михаил захарыч тогда добрался у него была желтая тачка с синей дверью охрана от у вас была трешка в россии до был советском союзе вы пересели на этот форт примерно того же года выпуска нас но форт тоже простой бренд вот насколько насколько велик был контраст в тот момент до автомат но вот в остальном но вверх автомат да это удобно и легко ну контраст кондиционер кондиционер был да я хочу дверь не закрывалась две но она стояла не конец семидесятых 72 года она была тем более тем более ей было почти 10 лет в общем я короче контраст был большой потому что жигули трешка даже она все-таки была какая-то легковесная машина такая то есть ну мне это нравилось между прочим что-то европейской мне такое было то было одно чисто американец хоть она небольшая но она такая и гудит мотор больше и она тяжелее разгоняется даже гули же нажмешь она легкая после москвича это было вообще чудо раз она улетала а здесь она медленно разгоняется все мне не очень понравилось понравился форт не очень и вообще я не был никогда большим фанатом американских машин хотя ездил на разных у меня и кадиллаки были и suv кадиллаки большие и и бюек был и олдс мобиль был разные машины за эти годы а вот автомобиль мечты не подожди давай не автомобиль мечты любой человек который покупает какие-то автомобили вот этот бэушный форда в любом случае мечтает купить себе новую тачку чтобы быть в ней в ней первым чтобы у нее двери были того цвета и закрывались вот собственно наверняка пришел тот момент когда появились деньги и можно было купить себе новую тачку такую какую хочется что это было за тачка это был 500 мерседес я хочу закончить желтым пинта до секунды секунды надо было избавляться потому что сказали что коробку все вот тебе осталось она перестала просто переключаться а как избавиться продать невозможно никому можно только бросить в поле ее где-нибудь вот в бруклине мы загнали с товарищем в поле и оставили оставили ее там трава высокая была это но это было в бруклине это был недалеко от трассы а потом ее нашли и вернули да и полиция начала писать нам а мы говорим что мы машину выбросили она не едет из нас оштрафовали на 50 долларов вот я тоже подумал об этом что они обязательно должны были как-то второй раз как запорожцам уже не повезло видимо нет сам не убежал америка что-то моя машина самая машина моя первая который меня просто на мерседеса да это мерседес мы жили уже в лос-анджелесе и мой товарищ занимался один из моих друзей занимался он привозил машины из германии а в америку немецкий потому что курс доллара и марки был настолько разный что можно было за за можно было купить больше чем более чем в два раза дешевле машину там или привезти ее в америку в америке она могла стоить 70 80 тысяч долларов а мне привезли машину за 31 тысячу долларов новенький мерседес 500 и с и л невероятно удлиненный в 8 с гидравлик гидроподнами этой подвеской с чем только там не это 140 кузов я так понимаю нет 126 126 126 это восемьдесят шестой по моему года нельзя было привозить их сразу и но новые потому что огромная пошлина поэтому она должна была простоять там полгода и потом ее привезли уже пришлось конечно потратиться потому что в америке свои правила нужно бампер чтобы был определенный там да там по экологии какие-то все его безопасности до ребра жесткости все это пришлось сделать там тоже три с половиной салон был кожаный или велю салон кожаный потрясающий серая кожа такая ну там еще еще запах был автомобиля нового хорошо но это же лонг и вы гонялись за рулем на нем сами да я уже с водителем я сам какой в америке водитель но но длиннобазная тачка кайф развалится тогда же еще как-то не было вот эта культура езды с водителем то есть тогда даже большие машины они водились сами преимущественно кому нужно было и кто мог себе позволить те наверное имели водителя но я музыкант и мне особенно как там я же не был там каким-то особым там звездой и все проще я вот играл в ресторане работал в студии ночных клубах ну что-то выходило какие-то альбомы что-то зарабатывал но не так чтобы я взял себе водителя на эту машину водителя на вторую пилота на самолет свой нет но я на самом деле для общего развития потому что мне представительские тачки нравится водить самому мне кажется они по большей части созданы для водитель нежели для пассажира пассажиру скучно а не скучно когда ты не интересуешься автомобилями да ты едешь сзади тебе плевать а вот когда ты живешь этой жизнью автомобильной то порулить самому это классно друзья у нас музыка музыкальная пауза танцуем и возвращаемся к вам вечерний заезд на радио шансон добрый вечер дорогие друзья вечерний заезд и мы продолжаем обсуждать автомобили с михаилом шафутинским михаил вот а теперь все таки мне кажется пришла пора ваш автомобиль мечты и она уже есть либо может быть вы они он уже был или будет в них три так те которых можно помечтать ну как бы когда-то я мечтал очень хотел спортивную машину денег конечно таких не было но в америке дух то есть понятно что поднапрячься можно и купить это тем более в кредит и все но других задач много и за год а когда я уже жил когда я вернулся из америки сюда советский союз еще но я уже жил и там и здесь и я здесь зарабатывал прилично уже прилично я в америке себе приобрел юзанный но смысле с пробегом с небольшим но порш 911 ух ты невероятный турбак просто вообще это фантастика причем у него он был весь отделаны многими вещами но это все было заводской весь тюнинг заводской прямо я представляю сколько такая машина новость там стоила нет она не новая была на строил мне 82 тысячи долларов буш на это да буш на этом было достаточно много денег ну да вот я ее привез москву какого цвета черная черная роскошная машина я ее привез в москву но выбора особенно не было там были разные машины именно это мне понравилось привез в москву и здесь и на ней ездил это одна из тех машина которых я мечтал когда-то а дальше у меня были разные автомобили здесь я их часто менял иногда у меня и гелендваген и там все что все что хотите но однажды все-таки я купил ferrari и мир разделился на до ferrari и после ездил на ferrari я могу сказать что это у меня был у меня был порш панамера а здесь и один мой приятель он дилер он говорит моя жена хочет панамеру но они только вышли тогда я говорю ну а что он хочет на ferrari ты же сам все равно ей на панамере сам за рулем не стал ездить потому что она какая-то такая слишком резко наверно я просто не ну не знаю мне мне при мне много приходится за делать во время движения во время езды поэтому у меня был водитель и я говорю хорошо давай поменяемся я посмотрю на это ferrari я умер вообще это просто фантастика это 599 а это вообще нечто это нечто во первых там чуть ли не 500 штук всего существует раз да во вторых там там 12 цилиндровый мотор она мне до сих пор она у меня с 12 было двенадцатом году она мне до сих пор то есть 10 лет она сама восьмого года они было они было полторы тысячи километров с ничтожным а сейчас сколько много сейчас две нет сейчас около шести потому что было время что я все-таки чаще выезжал серьезные пробеги михаил захарыч нет ну понимаете ну на ней особенно по льду не поедешь до снегу не поедешь но летом хороший воскресный денек под вечер когда уже все с дачи вернулись на ней можно сесть и так притопить что ну кайф полный просто невероятно машина невероятно ее обожаю а по поводу по поводу притопить кстати у нас как-то в гостях был мой хороший друг хоккеист саша радулов который играет в далласе в нхл задала старс и мы как-то его спрашивали о том как его взаимоотношения с копами складывались в америке он нам рассказал историю что для них авторитетов нет вообще и он как-то торопился в аэропорт на выезд с командой и сильно превысил кстати на порше панамера него остановил коп он говорит слушай я саша радулов я играю за дала старс мне очень надо в аэропорт и опаздываю на самолет а я люблю бейсбол нет он любит я люблю американский футбол мне плевать на дала старс поэтому вот те штраф как у вас в америке складывались взаимоотношения с копами именно с теми которые бы до дорожных дорожной полиции ну догоняли ну нет но были случаи конечно особенно когда я после ресторана если немножко еще чуть-чуть не трез немножечко хотя и небольшие расстояния но все равно я опасался я ездил очень осторожно я платил штрафы но не так много но как у нас не получалось договориться нет была одна интересная история когда я в один из я уже уже жил в москве обратно вернулся но я приезжал периодически туда семья еще была там и вот я однажды приехал и на следующий день мы решили собраться дома пригласить друзей сделать шашлыки и мне говорят жена говорит езжай в карабах там магазин такой армянский купи шашлыки привези и все а где карабах ну вот по вентуре едешь там налево там на на мэйпл драп хорошо ладно я поехал я еду еду ищу этот карабах я его не вижу я еду и вдруг я вижу слева карабах надпись большая я что я делаю ну конечно импульсивно раз через две двойные сплошные я подъезжаю за мной подъезжает полицейский выходит огромного роста красавец тем темный человек чтобы не показаться не толерантом загорелый загорелый давайте мы сейчас подвесим паузу у нас что было дальше вы узнаете после рекламы вечерний заезд на радио шансон добрый вечер дорогие друзья вечерний заезд и мы продолжаем вместе с механом шафутинским обсуждать его автомобиль и в частности взаимоотношения с большим большим темным человеком который вышел из полицейского автомобиля когда вы нарушили я нарушил через сплошные он он экипирован с пистолетами все документ драйвер лайсенс иншуранс все выходи из машины я вышел в чем дело почему вы пересели говорю я объясняю я за шашлыком по-братски карабах жена я живу москве я туда это еще нормально относились москва ураша я я все ему объяснил он слыша мой понятно неплохой английский но с значительным русским акцентом он так посмотрел на все это посмотрел на магазин там висят окороки и он говорит почему вы русские обязательно должны нарушить посмотри вот 20 метров и разворот но посмотри но приехала повернуться почему дал права вид я вам я вас предупреждаю еще один раз вас будут знать мы вас запомним не нарушать и отпустил мне и я поехал вот эта копость человеческим лицом когда их задача предостеречь а не наказать тебя любым путем возможно какие еще у вас автомобили были интересные мне были разные вы сказали что у вас было три автомобиля мечты вот porsche ferrari 599 не ну porsche это он положил основу начала путь мечтает мечтает вот ferrari 599 теперь у меня есть сейчас совсем неплохой внедорожник майбах на на базе дела дела снова да да совсем неплохо каком ну потому что машина свежий не тогда на этого был range rover range rover мне нравился больше как самому его хорошо поводить но сыпался зараза иногда то там то здесь то что-то еще слетел эту в общем не знаю а вот этот не ломать туда я тоже ломать место много для для ног водитель доволен аккуратно водит меня я в нем поскольку много провожу времени в машине мне удобно и читать и компьютер я включаю кино я смотрю и все что и музыку слушаю и удобно если я еду допустим в тверь или там куда-то еще удобно мне нравится мягкий хороший большой автомобиль а вот теперь вопрос как бы известно всем что mercedes это определенная мерила комфорта и по ощущениям тот 126 и вот нынешние актуальные gls близки по ощущениям езды да да был тоже такой же но вот mercedes это есть mercedes у него вот такая то есть он не растерял на вот этом вот всем временном промежутке это хорошо что еще что еще но мы уже завидуем есть еще машина более комфортная так рассказываю моем гараже стоит автомобиль на котором я довольно часто езжу тоже с водителем лонг rolls-royce гост 21 года с полным фаршем вообще чего я на самом деле не очень хотел мне даже сделали звездное небо по которому летают эти кометы но я просто у меня был до этого rolls-royce phantom большой но такой не новый но очень крепкий хороший мне нравился с перегородкой но этот автомобиль который обладает всеми современными вещами при том что он сделан совершенно стандартно как бы сказать консервативнейшим образом каждая кнопка там такая как должно быть в оригинале но в нем все так современный во первых он он у него эти два как называется полный привод на раз у него он тоже фантастический с мотором он едет невероятно 12 с турбинами да ты едешь в нем и вот это кара вот и ешь ты едешь в каком-то корабле танки я не знаю в чем на танк наверное трясется больше он совершенно автомобиль который лежит ты в нем чувствуешь ты как-то себя в нем по-другому чувствуешь я еще пока сам кстати ни разу не пришлось мне не водил его сам как-то не ну не знаю не дошло до этого но на самом деле за его наверно первое что сделать и если у тебя есть ferrari 599 и rolls-royce и ты думаешь вот сегодня еду сам но это уже выше это вышили смотри лысые пацаны с бородой выбирают вот как вы в себе представляете автомобильное будущее не знаю электромобили что-то еще о чем мы будем ездить есть ощущение что скоро вы пойдете в магазин за теслой я ездил на тесле мне не нравится внутри потому что мне тесно для но она едет потрясающе здорово и особенно меня меня восхищает и поражает то что когда ты стоишь на тротуаре лицом лицом мостовой и что-то какой-то шелест ты услышал сзади это шелест колес проехала тесла на мотор а меня вот лично это а пугает б вот я ярый противник электрокаров мне это претит потому что а для меня автомобиль это общение общение с мотором иногда борьба вот как случае с ferrari да ты чувствуешь что ты контролируешь тачка борется с тобой ты где-то доминируешь и вот в этом мне кажется суть автомобиль мне это и нравится контролировать не он меня везет а а тесла это такая своего рода компьютерная игра без эмоционально друзья для правильных эмоций музыка и после музыки мы снова к вам вернемся вечерний заезд на радио шансон добрый вечер дорогие друзья вечерний заезд и мы к сожалению вынуждены заканчивать у нас последний коротенький блок вы как человек очень плотно связаны с музыкой насколько для вас важна вот аудиосистема в автомобиле акустика в принципе можно ли в автомобиле слушать музыку от качественную или все-таки это студия дома там не знаю зависит от того какие цели но обычно когда я записываюсь в студии и заканчиваю микс делаю последний вариант как бы окончательный и обязательно когда еду в машине его слушаю много 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 раз потому что так будет звучать у большинства людей ну они также будут слушать вашу песню на репите как делается я делаю тихо и и громко громче тише для меня очень важно акустическая система вообще должен сказать что в роллс-ройсе она мне нравится больше мерседесе она более усредненный как бы для всех автомобилей она вполне она вполне приличная что мне не нравится современных машинах современный я имею виду последних трех лет два экрана сзади их нельзя синхронизовать если ты хочешь включить флешку и смотреть на двух экранах один тот же фильм очень сложно или там он запаздывает или здесь он убегает это нужно привыкнуть каким-то махинациям вот это плохо не сделали но все сделали так пока хакеры научатся взламывать либо производители додумаются для того чтобы делать машину с как мобильный телефон с открытым кодом чтобы можно было их как-то уже костюм костюмизировать у меня у меня короткий вопрос еще по по творчеству миха захар чьи рэп рэп когда будет еще рэп у меня просто я знаю у меня есть близкий мой товарищ влад валов он же шеф он же bad balance и я помню ваш совместный трек баба последнее дело еще будьте экспериментировать потому что красивые тачки голубого небесно голубого цвета и рэп мне кажется неразделим а вот недавно у меня же вышла песня пару лет назад ст ст да вот вы в счастье любит тишину шикарная песня в общем-то тренд этот поддерживать моему во первых меня внук рэпер 21 год который у него альбом там вышел на ю тубе и он живет в америке и в израиле он много там светится везде его фамилия шапутинский а его группа называется вестерн вестерн грэйви прикольно прикольно вот поэтому я не знаю когда выйдет следующий когда будет появится достойная песня с кем-то и успеть я сам не рэпер просто люблю это творчество люблю это искусство но мне нужно с кем-то нос кооперироваться чтобы вдвоем это делать мне кажется рэп это такое тоже своего рода шансон ну то есть шансон там за океаном это шансон стопроцентный это разговор это рассказ конечно друзья на не знаю конечно же будет ли рэп у михаил захарыча на сольном концерте который грядет а он грядет у нас когда 13 апреля санкт-петербург 4 13 апреля в санкт-петербурге будет большой сольный концерт это какая-то новая программа все еще сомневая просто вот сейчас и подожди я пытаюсь узнать про программу подожди 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 скажу хорошо если вы вдруг сомневаетесь идти не идти вы должны знать что в этот день михаил захарыч будет день рождения и свой день рождения устраивает праздник для всех своих слушателей в санкт-петербурге мне кажется это очень крутой подарок а программа это праздник новая программа в больших концертах где присутствует несколько тысяч человек это проигрышное дело бессмысленно боевички ну да это только хиты которые люди ждут они едут с разных городов они приезжают из сагарда они собираются они ждут концерта им нужно услышать то что они хотят слышать и видеть меня новые программы должно быть отдельно вот записал альбом вот сделал для него что-то специально и объявил завтра презентации нового нового про нового проекта тогда да но здесь какие-то будут свежие песни конечно но в основном все-таки это будет главное да друзья а если вы по какой-то причине не попадаете в санкт-петербург 16 апреля будет шансон года в кремле я знаю что вы там тоже выступите обязательно обязательно это без меня никогда не обходится вот поэтому друзья всех вас от имени Михаила Захаровича приглашаем я поеду на сольник я во первых давно хотел рвануть в питер естественно на тачке и обязательно сейчас начинаешь выпрашивать билет не они не в коем случае я куплю если нужно будет но я обязательно съезжу и как бы питер прекрасен а я михаил захарыч еще более прекрасен чем питер спасибо большое что пришли решили было классно спасибо 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 что были с нами до новых встреч пока пока счастливо вечерний заезд